всем добрый день мы сейчас завтракаем вот такой у нас завтрак йогурт кофе булочки маракуйя и мы сегодня съезжаем с отеля мы едем в новое место погнали это наш подменный друг синенький мы приехали в сумасшедший дом сумасшедший дом это одна из самых необычных достопримечательностей далата известная как безумный дом хотя на самом деле это гостевой дом ханг нга и художественная галерея причиной странного прозвища является причудливая архитектурная концепция и древовидная форма сооружений дом построен по проекту известного вьетнамского архитектора мадам данг вьет нга внутри дома около десятка номеров оформленных в разной тематике вот такой вот номер здесь есть у меня была женщина это еще один номер смотрите здесь даже шкаф интересный все в едином стиле выполнено как будто на две семьи что ли вы там кровать тут птица типа балкончик и еще одна кровать крючак еще одна комнатка даже не знаю живут сейчас кто-то здесь или нет или это уже все просто на благо туристов туда ними есть вот такие вот мостики ступенечки все сделано такое как будто сказочный лес какой-то вот мы сейчас по вот такому мостику перейдем соседние здание насколько народу так вот можно вниз спуститься можно пойти наверх пойдем вот тут магазин там китайцы вы смотрите как далеко все это уходит вон куда вот мы с вами с вами с вами сейчас ходили вон туда смотрели номера вот в этом здании как вам crazy house полезем на самый верх на крышу дома а тут еще смотрите как но насчет или строится или реставрируется вот еще есть вот такой домик в общем здесь как лабиринт для детей а там оказывается можно было на самую крышу влезти вот обзорочку покажу вам город горы напомню что мы находимся в горах на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря в городе далат и а Ребята, а тут что-то типа пагоды что-то. Собственный. Нгуен. Вообще в Вьетнаме очень распространена фамилия Нгуен. Какие-то документы. Видимо какая-то история. Не знаю только чего. Посуда. Одежда. Это ресепшн. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ. 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 Тут все очень шумно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть вот такие чертежи всех этих домиков. Ну, я так понимаю, фотографии, как все это строилось, как все это делалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И она училась в Московском архитектурном институте. Вот ее диплом. В 1959 году поступил в Московский архитектурный институт. И в 1965 году окончил полный курс Московского архитектурного института по специальности архитектура Данг-Вьетнга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот, кто это сделал, просто волшебник. С невероятной фантазией, как у ребенка. Сминог, причем он не нарисован, он же выпуклый. Типа женский столик. Можно сесть, навести красоту. И вот. Та-да. И правда круто. Чувствую себя русалочкой. Так бы она могла жить, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть вот такие фонтанчики. Один. Второй. Ручеек. И дом. Вход сюда платный. Белет стоит 60 тысяч донгов с человека. Касса. Вот она. Но она с улицы, правда. Вот она, касса. И вот он, вход. Приходите, смотрите. Интересное место. С детками вообще здорово. Вышли мы на вокзал. И по пути остановились возле вот такой замечательной кафешки. Здесь очень неплохой такой ассортимент блюд. Мы вот себе взяли. Я себе по традиции взял супа. Лапши. А Галя взяла рис. Она так мечтала о рисе. Рис с говядиной. Ох, ну что, ребятушки. Дождалась я своей порции еды. А она-то как на слона. Вот здесь вот что-то мясное. Вот здесь вот жареный рис. А у Сережи лапша, которую он завалил зеленью и посыпал перцем. Обильно. Как я буду это есть, я не знаю. Не знаю. До завтра, видимо, я буду сытой. Или есть буду до завтра. Одно из двух. У Гали стоит 50 тысяч. У меня стоит 40 тысяч. У нас со вчера осталось пиво. Вот Гале еще отдельно бульон принесли. Дали нам какой-то зелени, хлеба, соусов, как всегда. В общем, сейчас мы покушаем. И пойдем дальше. Время у нас еще, ну, как минимум, два часа есть до отправления автобуса. А идти нам здесь чуть больше километра. Короче, 10-15 минут идти. Галя, как тебе твое блюдо? Раз уж ты уж хомячишь. У меня вкусно. Но рис не соленый. И это, не соленый. Надо еще чем-нибудь наперчить. Рис полеевым соевым соусом, и тебе станет вкусно. Он солененький. Да. Я говорю, надо еще чем-нибудь наперчить и насолить. Вот. И Галя дожила, да наперчить. Наперчить и насолить. В общем, это наш обед. Он же, возможно, ужин. Нет, решили покушать, потому что ехать нам 177 километров отсюда по серпантинистой дороге. Я думаю, что поездка займет тоже, если мы сюда ехали 4 часа, у нас было 137 километров. Обратно, я думаю, что наша поездка займет, ну, часов 5-6. В 2 мы стартуем, значит... На билете все написано, кстати. А я не видел, на билете что написано. В 2, если стартуем, да, 5-6 часов, это... Сколько будет? Восемь вечера? Семь. Короче, приедем уже вечером, пока заселимся, пока туда-сюда. Явно нам будет не особо до еды, а может и поедим где, если найдем. Вот, поэтому нам приятного аппетита. И вам тоже. Ну все, мы вышли из кафешки. Я, на удивление, даже почти все съела. Рис точно весь съела. Сереженька, как тебе было? Огонь. Как всегда, вот так, огонь. Ну, я надеюсь, что это было вкусно, а не просто остро. Это было вкусно. Но в этом блюде, да как и во всех, самый вкусный это перец. Вот, вот человек, любит острое. И сейчас мы идем на вокзал. До вокзала нам идти 2 километра. Полтора. Полтора километра. До автобуса полтора часа. Поэтому времени у нас много. Торопиться нам некуда. Торопиться нам некуда, но больше мы заходить в какую-то кафешку не будем. Пойдем на вокзал охранять автобус. На улице сегодня жарко-жарко. Прямо огненное солнце. Ну, мы сели в свой слепбас. Уже выехали из Далата. Как я уже говорил, ехать нам 177 километров. Где-то часов 5-6, наверное. Так что к вечеру приедем в новое место. Слепбас у нас. Опять же, вот такой вот. Кстати, на этот раз у меня не переднее место. Я сюда ноги вообще легко вытягиваю. Прямо вмещаюсь. Короче, в прошлом автобусе, когда сюда ехали, это просто я сидел за водителем. И там не было такой глубокой ниши. Из-за того, что там сидит водитель. Впереди нету человека. То есть у меня ногами сейчас находится голова переднего пассажира. Поэтому у меня есть такая глубокая ниша. А так автобус выглядит. Вот так вот. Все как обычно. Два этажа в три ряда. Вот тут у нас Галя. Вот такие у нас сейчас будут виды. Будем ехать по горам. Будут перевалы до 2 километров высотой. Наверное. Потому что сюда ехали были. Хотя мы сейчас, возможно, по другой дороге обратно поедем. Ну, короче, сейчас посмотрим. Там очень красиво. Там водопады. Прямо вдоль дороги. Горы. Прямо красота. Сегодня хороший день. Солнышко светит. Сюда мы ехали. Дождь был. Тучи были. Было ничего не видно. Много где. Прямо вот в облака заезжали. Все было закрыто облаками. Сегодня же прям прекрасно. Ну, если что-то будет видно. Окно грязное. Может быть, поснимаю. Может быть, что-то увидите. Повезаем. Очень красивый город. Сейчас у нас внизу будет какое-то озеро. О, но подойдет я. О, но подойдет я. Ребята, у нас технический перерыв Вот на таком вот Офигенно красивом горном озере Мы сейчас едем по таким красотам Вообще просто по горам Ущелья, каньоны Такие прям озера Водохранилища какие-то Гидроэлектростанции Вообще круто Классный хряк Как псина Эй Смотрите какие кабанчики бегают милые Всем добрый вечер Добрейший Добрейший Но не очень Короче Мы в Пантьете Мы приехали Приехали уже Сейчас 9 Мы приехали 3 часа назад уже Мы 3 часа назад приехали Как вы думаете Что мы делали 3 часа Мы ходили Знаете почему Мы пошли Смотреть отель Хороший отель На букинге Все рейтинг Отличный Прекрасный Пришли На первой линии Все как заявлено Бассейн есть Все классно Пляжа нет Его перекопали Сделали подборную стену Бетонную Волны хлещут такие Что нас чуть оттуда не сдуло Ими Все изъезжено тракторами Пляжа нет вообще Отель пустой Сидят Видимо Хозяева этого отеля И грустят Мы развернулись И ушли Пошли в другое место Пришли Обозначен как парк Что вы думаете Там пустырь Там стоит на пустыре 5 отелей А остальное Просто пустырь Даже кустов нету Даже травы нету Ничего нету Короче мы в тихом ужасе Причем отели дорогущие Черт знает что Пляжа нет Ни хрена нет Даже кафешек нет Пожарники Да Кафешек нет Магазинов нет Ничего нет Блин Мы недолго думаем Такие Думаем Ну ладно У нас есть еще вариант В Муйне До Муйне Тут 16 километров Все думаем А как нам добраться В Муйне Такси Подходим такси 16 километров Такси Тысяча рублей почти 900 рублей За 16 километров Говорим Ребята Вы что Короче сейчас сидим В каком то заведении Типа Макдака Тоже чуть не охренели Взяли по вот такой вот булочке С картошкой фри И с кокколой Две таких порции Все это дело у нас вышло 164 тысячи донгов Это примерно Рублей Наверное Я сейчас скажу Сколько точно это Сейчас прям Я посчитаю 164 Ой 164 тысячи Нужно 0 0 0 37 Это 606 рублей За вот это вот 606 рублей Я в шоке Я второй Я третий раз в шоке А может даже уже четвертый Короче Мыное Оказывается Ходит Общественный транспорт Автобус Но ходит он до 6 вечера Прямо вот из этого От этого магазина В котором мы сейчас сидим Это большой торговый центр Вот Стоит скорее всего Копейки Потому что По городу Вот эти автобусы Стоят вообще Там 6 Там 4 Тысячи донгов У нас самый дешевый По моему был за 4 Ну может быть 6-8 Короче до 10 Я думаю Что туда он будет стоить Ну 20 Ну 30 Даже 40 40 тысяч Но не 240 Как с такси Запросили В итоге Короче сейчас мы покушаем У нас еще Здесь почему-то Практически Не работает Интернет На симке Он еле-еле-еле тянет Он ничего не прогружает Мы не можем Даже нормально Посмотреть гостиницу Хоть мы их и заранее Как бы Пока ехали Посмотрели Я там наотмечал Но я даже не могу Открыть Даже посмотреть Где это Что это Он мне даже Карту не открывает Вот Именно поэтому Мы пришли в этот магазин Здесь бесплатный Wi-Fi Решили посидеть Покушать Перекусить Снять сейчас Гостиницу Там будет нормальный Wi-Fi И уже Завтра поутро Сядем на автобус И свалим в Мойне Вот такие вот У нас дела Но мы наконец-то Заселились Это такой квест Это вообще Прям что-то Пусть это будет Самым худшим В нашем путешествии Приключением Которое с нами Приключилось Это Кобзда Мы заселялись С шести вечера Как приехали И до Почти полодиннадцатого Вечера А все почему А потому что Блин Половина отелей Вообще Неизвестно где Находятся Заявлено на бутинге Один адрес Ты приходишь туда А там ничего нет У людей спрашиваешь В округе Они говорят А вам в другую сторону Еще километр идти Думаешь Какого хрена Я сюда перся Ну как бы Естественно Желание идти туда Проверять Чего там Вообще никакого нет Какие-то отели Ну явно Не соответствуют Тому Чего заявляют Да собственно говоря И вот этот отель тоже У него рейтинг Какой там стоял Восемь что-то Да Ну тут Восемью Даже не пахнет Это вообще Вот мы сидим Ржем Просто Просто гениально Начать хотя бы Вот дверь Входная Она закрывается Ключом Ключ Примотан Карточки Ну не карточки А пластиковые Этой хрени Которая втыкается Чтобы был свет Розетки работали То есть вот Мне сейчас нужно было Закрыть дверь Я вытащил карточку У нас выключился свет Я в темноте Должен попасть В замочную скважину Ключом Закрыть ее Потом в темноте Должен воткнуть Вон туда Вон Чтобы у меня Включился свет Какого хрена Блин При этом В отеле нет окна Да В отеле нет окна Вообще Ну оно есть Вот во двор Ну как во двор В коридор Такой Не до отель Со странным Окном Непонятно куда Туалет Я конечно туда Сейчас не пойду Я вам его покажу Так Ну Душ без шторки Это понятно Полочка Из ДСП Под душем Которая уже Разбухает Какой дурак На ней Галя говорит Лежали полотенце И туалетная бумага Ну как бы Ладно Убрать их можно Фиг бы с ними Вон там Вон дырку Наверное Видите На туалет Я не знаю Что это Кулаком Блин Кто проломил Или еще чем Что здесь было Вообще Короче В отеле Все Сделано Через одно место Куда не посмотришь Все Вот Все Вот так Ну короче Заселились мы в него Заселились Потому что Мы устали ходить Мы реально устали ходить Я не знаю Сколько мы прошли Прошли все это дело Вместе с рюкзаками Протопали Туды Сюды Я не знаю Мне кажется Мы полгорода Наверное Исходили По большому шоту Вот Время Уже Достаточно позднее Таксисты Ну хотели уехать В Муйне Подошли к таксистам К одному К другому К третьему Цену ломят Такую Что Ну нереально Мы практически За эту же цену Чуть меньше Приехали Издалека Почти за 200 километров А здесь Доехать до соседнего города 16 километров всего Они просят Такую же Ну сопоставимую сумму Как бы Ну это нереально Завтра будет городской автобус С утра С пяти утра Начинает ходить Ну и вот Мы специально Выбрали отель Чтобы был поближе К остановке Потому что Ходить больше не хочется Хочется встать Прям вот Пять минуты На остановке И свалить отсюда Таксисты Да мы замотались Этих таксистов искать Вышли на дорогу Которая идет к Муйне Их нету Таксистов нету Мы прошли Наверное В обратную сторону Еще километра два Наверное Дошли до этих таксистов Они сидят в кафе Значит кушают Сидят на стульчиках Попы свои не поднимают Мимо только проходишь Они там такси Такси Там поорут И все Их вообще нигде нет То есть Если в других городах Мы были Они за тобой бегают Они по всему городу Катаются Ты идешь Они тебе Би-би-би-би Только такси Такси Давай Здесь их нет Это курортный город Короче Не приезжайте В Пантьет Делать здесь Нечего Смотреть здесь Нечего Город Отвратительный Неудобный Ни для жизни Ни для отдыха Не знаю Что здесь люди делают Короче Завтра поедем В Муйне Посмотрим Что там творится Справедливости ради Мы не были На городском пляже Мы до него Просто не дошли Возможно Там клочок Безопасности И там хорошо Возможно Но там Вытекает речка Поэтому неизвестно Какая там вода И вообще Что там Возможно ли там Купаться Хоть как-то Все местные Купаются Именно там На том месте На городском пляже Да Забыл сказать Что отель Сняли За 1000 рублей Где-то Да Что у нас получилось 200 250 Ну да Где-то около 1000 рублей Это может 900 Там рублей Вот Нам было уже Плевать на цену Дорогой мы снимать Не хотели принципиально Потому что нам Только переночевать И все С утра мы отсюда Прям сразу же свалим Прям проснемся Даже кофе пить не будем Уйдем мы и все Вот Поэтому Но даже для 1000 рублей Рейтинг 8 Я не знаю Откуда он здесь взялся Я бы этому отелю Я не знаю Больше мне кажется 3 не поставил бы Из 10 Так что Ну да Ну это опять же Чисто вот Переночевать варианты Все И не более того Конечно Да Есть холодильник Есть кондиционер Холодильник течет Сюда зашли Да Холодильник Уже у нас Уже у нас Поставили вонючку Чтобы воняло Получше На сегодняшний момент Это худший город В котором мы были За всю поездку Путешествуем уже почти месяц И это Самый отвратительный город Самый курортный Один из самых курортных И самый отвратительный Отели дорогие Отелей мало Утро вечера Утреннее Да Ну да Выйдем с утра Посмотрим утром Все Всем пока Всем спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok